Мы уже рассказывали в нашем выпуске новостей о торжественном открытии муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани». И вот уже конкурсанты подошли к самому ответственному испытанию – открытому уроку. Мы побывали в 18-й школе, где свои уроки провели участники конкурсной номинации «Педагогический дебют». Открытый урок по русскому языку открывает двери в мир необходимых знаний и навыков. Для учеников это хорошая возможность увидеть и почувствовать, как применяются различные правила и концепции языка на практике. А для учителей – найти новые подходы и поделиться накопленным опытом преподавания. Школьники могут принять участие в общении на родном языке, изучать и анализировать различные тексты. Участники номинации «Педагогический дебют» муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани» в 2023 году постарались создать атмосферу доверия и поддержки, где каждый учащийся чувствует себя комфортно и готов активно участвовать в уроке. Они приложили усилия, чтобы непростая тема была подана ярко и заинтересовала учеников. Использованы различные интерактивные методы обучения, новые технологии, чтобы каждая минута урока прошла с пользой. Для того, чтобы урок состоялся, на мой взгляд, педагогу нужно расположить детей, заинтересовать их каким-то ярким моментом, какой-то интересной информацией, вовлечь в совместную деятельность. И, конечно, в любом уроке важна деятельность самих детей. И я считаю, что можно оценивать, был продуктивный урок или непродуктивный, глядя на то, как работали дети. Это самое важное. Учитель русского языка и литературы Алина Лаолетина работает в небольшой школе номер 49 хутора Прорвинского. И потому ей было нелегко полностью овладеть вниманием класса. Но она справилась с волнением, держалась уверенно и непринужденно, и тему урока вполне раскрыла. Я из малокомплектной школы, и приведу пример. Я сегодня давала урок в седьмом классе, здесь было 16 человек, а у меня, к сожалению, на уроках в седьмом классе всего один. И передо мной стояла огромная задача, как же расположить новых учеников к себе, сделать так, чтобы они действительно работали со мной. Но я думаю, что в течение урока ребята проявляли заинтересованность, и я считаю, что это большой успех с моей стороны. Я достигла всех целей, которые ставила перед собой. И как только мы с ребятами начали как-то взаимодействовать, мое волнение сразу пропало, и я настроилась на урок, чтобы помочь ребятам освоить новую тему. После урока конкурсантка ответила на вопросы членов жюри. Можно сказать, что ее дебютный открытый урок был на достойном уровне. На этом уроке мы видим соединение и одаренного, способного, творческого учителя, и замечательных детей, которые помогли друг другу сегодня. И урок, который мы смотрели, состоялся. А тема сегодняшнего урока очень сложная. Действительное истрадательное причастие – это одна из сложных тем вообще в курсе русского языка. А семиклассники, они только ее осваивают, но дети готовы были к восприятию, дети готовы были к работе. Учитель русского языка и литературы Валерия Сытник из шестой школы работает уже второй учебный год. И считает, что конкурсные испытания для нее стали преодолимыми во многом благодаря помощи более опытных коллег. Коллеги мне помогали, особенно морально. То есть они поддерживали, направляли, помогали, подсказывали. Ну, всевозможную помощь, конечно же, я получила от них. Поэтому я хочу им сказать огромное спасибо. Я очень рада, что работаю в школе и очень рада, что меня заметили такие опытные педагоги. И, конечно же, направили дальше, помогли словом. Она уверена, что участие в престижном краевом конкурсе поможет ей в профессиональном росте и обогатит ее педагогическую палитру новыми красками. А значит, выигрыши будут все. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...